И потом оно говорится, что это должно быть постановлением вовеки. Это должен быть устав для поколения их от сынов Израилевых. Итак, миноры с ним варитируют сынов Израилевых. Но кто из вас знает, что Бог говорит, что мы должны быть светлыми? Мы свет миноры. И это значит, что мы должны гореть каждый день. Как часто? Мы просто холодны. Другие люди холодны. Если мы просыпаемся, мы просто холодны и безразличны. Это значит, что мы забыли зажечь огонь. Итак, первое, когда мы просыпаемся, что мы должны делать, если мы священник, и мы должны считать себя священниками, и мы должны зажигать огонь? Особенно, если у нас холодно в сердце. Итак, первый и второй стих. И возьми к себе Аарона. Брата твоего и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елизара и Фомара, сынов Аароновых. И сделай священной одеждой Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. Какое слово? Опять и пять. Появляется слово Аарон. И, как вы знаете, есть 52 недели в году. Есть 52 еженедельных отрывка Торы. И сейчас мы в Тет-Саве. И я хотел бы только показать первые две книги, первые две книги Писания. Это первый отрывок Торы. И мы сейчас на Тет-Саве. И это какой отрывок Торы? Это 20-й отрывок Торы. И это последняя буква Кав. Она делает этот звук Кэ-звук. И что удивительно, это Моисей, он не рожден в бытие, он рожден в исход. И Моисей является в каждом отрывке Торы. Кроме этого. А здесь и только есть Аарон. Моисей никогда не упомянут. Каждый год мы читаем этот отрывок Торы, и Моисей, он исчез. Это все об Аароне. И на самом деле, имя Моисея 800 раз упоминается в отрывке, в отрывок, или в этих чтениях Торы. Аарон в этом одном отрывке Торы упомянут 37 раз. И есть нечто очень интересное, что только Бог мог бы сделать. Буква Кав имеет номеровое число 20. Вот первых 10 букв, а потом оно идет по десяткам. Итак, это смотрится как большая М и маленькая М. Это то же самое на иврите. Вот как выглядит. Есть это посреди слова или в начале. А это так выглядит, если в конце слова. Итак, буква Кав имеет номеровое число. Какое? И это 20-й отрывок Торы. Я хотел бы просмотреть дальше в конспектах. Найдите Исход 32. 32. Шесть стихов спустя. Все нашли Исход 32-32? Все нашли? И это где? Потому что они поклонялись Золотому Тельцу. Моисей на горе. И смотрите, что он говорит. Он не думает, что Бог может просить грех Золотого Тельца. Он говорит, прости им грех их. А потом, есть черточка, как бы, в других переводах, может быть. А если нет, то излать и меня из книги Твоей, в которую ты вписал. Итак, вот и есть на иврите. Я хотел, чтобы вы увидели. Сефер здесь. Это книга. «Мэм» — это «Ат». И последняя «Кав» — это Твоя. И он просил, чтобы быть излаженным из Его книги. Из Твоей книги. И Твоя книга. Твоя — это «Кав». Итак, «Кав» — это 20. И в 20-м тревхе Торы имя Моисея не является. Это только имя Аарона. И Атар 7 — это была прошедшая неделя. И это 20-е отрывок Торы. В тот день, когда Моисей умер. Моисей умер. В это время. И мы видим отрывок Торы. Мы видим, что его имя, оно взятое, или, можно как бы сказать, излажено. Оно убрано из этого отрывка Торы. Итак, возвращаемся туда, где мы были. Это просто удивительно. Это неделя, когда умирает Моисей. И это отрывок Торы, 20-е отрывок Торы, в котором он как бы излажен из книги. Я не знаю, если вы знаете, но Моисей, он умер на своем дне рождения. Я покажу вам все это через Писание. Если мы знаем, как соединять все точки или все мысли здесь. Итак, и умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине, в земле Моавитской против Беффегоры. Никто не знает место погребения его даже до сего дня. Моисею было сколько лет, когда он умер? 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея, сына Израилева, на равнинах Моавитских 30 дней. Нигде в Писании не говорится это, но вы можете найти, что Моисей родился седьмого Адара, и он умер на седьмого Адар. Как? Математика. Он умер. И как долго они оплакивали? Сколько дней? 30 дней. Адар седьмое, и 30 дней, это будет Ниссан седьмое, 30 дней спустя, после Адара седьмого. И книга Иисуса Навин 1, 1 по 2. «По смерти Моисея, раба Господня». Раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, «Служителю Моисееву Моисея, раб мой, умер. Итак, встань». Ты оплакивал его. Время встать и идти. И он говорит, «Перейди через Иордан, сей. Ты и весь народ сей в землю, которую я даю им». Сынам Израилевым. Пройдите посланную и дайте повеление народу, и скажите, «Заводавляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей». И написано, «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца». Итак, мы знаем, если они перешли в Иордан в десятое, а три дня ранее, седьмого, окончилось оплакивание. Убавить 30 дней, то это седьмого адар. Итак, есть столько много вещей, которые просто скрыты, но они явны, если вы просто смотрите на детали. И в Трозаконе 31, 1 по 2. «И пошел Моисей и говорил слова сей всем сынам Израилевым, и сказал им, «Теперь мне сто двадцать лет». Мы видим, это был его день рождения, и был также день, в котором он умер. И удивительно, что этот отрывок Шаббат, это именно совпадает с той недель, в которой он умер. И будучи двадцатым отрывком Торы, мы видим, он просил, чтобы быть, просил быть убранным из двадцатого отрывка Торы. И именно так и случилось. Исход 28, 9-12, и у нас есть картинка и два камня Оникса, которые были на раменахе или на плечах. Возьми два камня Оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне, и шесть имен остальных на другом камне. На камнях Оникса, это имена колен Израилевых, именно по рождению их или по старшеству, а по порядку рождения их через резчика на камне, который вырезает печать, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых, и вставь их в золотые гнезда и положи два камня си на раменах Ифода. Эти камни на память сынам Израилевым. И будет Орона сить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. Кто из вас знает, что скиния Моисея была построена по образу скинии на небе? И это значит, если Господь, первый священник на небе, то у Него есть имена сынов, имена сынов Израилевых на его рабинах. И он тот, кто нес крест, крест на... и он нес крест на своих плечах, на своем плече. Вот почему теология заменения может быть столь плохая. Потому что вы снимаете эти... вы снимаете эти камни, которые у Него на раменах. Славите Баптист, Католик или другие эти какие-то имена. Мы знаем, Орона символизирует Мессию в его первосвященническом служении. И есть также у Него и на Его на груднике, или также имена сынов Израилевых на этой дощечке, которая на груди у Него. И Орон еще не знает это. Он говорит Моисею. Потому что это все об Ороне. Я сделаю Орона первосвященником. Мы почтим его. Но что происходит на земле? Орон сделает себя первосвященником и делает золотого тельца в тот момент, когда Бог будет его голосовлять. Потому что он не понимает времена. Он сам себя выставляет. И он повинуется людям. И он слушает людей, вместо того, чтобы ждать Бога. Это после войны с Амаликом. Во время войны. Кто поддерживал? Арон и Ур. Иисус Навин. Он боролся в битве. А почему Арон пришел к народу? Потому что сказано, что исторически, что Ур старался остановить их, и они убили его. И теперь Арон, он боится, что его также убьют. И вот почему ничего не слышно об Уре после этого. И его также убили бы. И это как Паул Харви. Вот остаток или остальная часть истории. И давайте посмотрим исходы 32, 21. И сказал Моисею Арону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? И сказал, ты видишь, как намерение этих людей только зло. Проблема, которую Арон имел, это та же проблема, которую имел Саул. 1 Царство 15, 24. Искал Саул Самуилу. Согрешил я, ибо приступил к появлению Господа и Слово Твое. И вот в чем проблема с политикой сегодня. Они боятся людей или хотят делать свое дело. Они хотят делать то, все, что те люди, которые дают им деньги, они именно делают то, что те люди хотят. Но мы должны бояться не людей, но Бога. Исход 28. «Сделай наперсник судной искусной работой, и сделай его такой же работой, как и вход». И написано, «Си, ко мне должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их, на каждом, как на печати. Должно быть вырезано по тому имени из числа 12 колен». И дальше написано, «Возьми и...» Они должны быть все освящены. И написано, «Возьми и другого овна». Это Исход 29. «Возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Аарона, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги их, и покрепи кровью на жертвенник со всех сторон». Это чтобы они слышали от Бога. Они будут делать работу Божьим, и они будут ходить в Божьих путях. Вот почему это так было сделано. Это является символизмом. Давайте посмотрим Исход 29, 28, 38-39. Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух анцев однолетних. Каждый день. Постоянно. Каждый день. Постоянно. И в 42-46 стихе написано, «Это всесожжение постоянное, вроде вашей дверями скинь и собраний пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым, и освятиться место сия славою моею, и освящу скинью собрания и жертвенник. И буду обитать среди сыновь Израилевых, и буду и Богом, и узнаю, что я Господь Бог их, который вывел их из земли хипетской, чтобы не обитать среди них. Я Господь Бог их». Есть проблема здесь с английским. На иврите написано, «Я буду обитать посреди них». Написано, что я буду обитать внутрь их. И вот откуда пришел Голокост. Он сказал тогда, что он хотел обитать внутри их, а не посреди их. Представьте, скинь Моисея возле Синай, и слава над скиньей и огонь. Был ли Бог в Китае? Был ли Бог в Южной Америке? Ну, он умышленно был там, в Израиле. Да, его присутствие везде. Но это определенное место, которое очень важно, потому что это там его присутствие, оно проявлялось. Да, он может быть везде, но он не проявляется везде. Вот почему, когда вы на Божьем календаре, вы будете встречать его на другом пути, в другом способе, чем когда-либо раньше, или как не в другом дне. Я дойду до этого через минуту. Давайте посмотрим исход 37 по 8. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Как часто? Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады, вечером он будет курить им. Курить им — это всегдашнее курение. Итак, всегдашнее курение перед Господом и в роды вашей. Итак, наши молитвы — это как курение. Это значит, что наша молитвенная жизнь не должна быть каждый день, утро и вечер. Если мы священники, то свет должен постоянно гореть, свет не должен угасать, и мы должны иметь молитвенную жизнь каждое утро и каждый вечер. Очень часто христиане говорят, говорят и утверждают, что они священники. Мы должны молиться. Молитвы не должны быть просто разбросаны по всему дню. Они должны быть хотя бы умышленно, как бы умышленно уделять время утром и вечером. И когда вы делаете это, вы осознаете Божье присутствие. Почти все в нашей жизни — это я, что я буду сегодня делать. Ну, и когда мы начнем свою молитвенную жизнь, мы говорим, «Господи, спасибо, что ты пробудил меня. Мы сознаем, что есть кто-то в авторитете над нами». Это то же самое со всеми деревьями в саду Эдемском. Из одного дерева вы не можете есть, потому что он хотел, чтобы они знали, что они не, как сказать, владельцы, или они как бы не самое главное. Посмотрим, Левит 23.2. И Левит 23.2. «Обивай сынам Израиль, вы не скажи им о праздниках». Нет, вот как должно прочитать. О встречах с Господом, в которые должно созвать священное собрание во праздники Мои. Или вот праздники Мои. У Бога есть определенное время, где встретиться с вами, определенное время и место, где встретиться. Но если мы не на календаре, то мы пропустим это время встречи. Да, мы можем наслаждаться, будем ощущать как бы присутствие Божьего. Но мы не будем ощущать его в Шекайне, если мы не встречаемся с ним, когда он говорит нам, чтобы мы встречались. Левит 23.4. «Вот праздники Господней, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Итак, задумайтесь об этом. Вот у нас есть связь между встречей, временем, праздником. Он говорит, «Я встречусь с вами там. Я буду говорить вам там, в том месте встречи». Итак, мы видим, все должны были быть частью того, чтобы приносить свет, потому что свет должен сиять. Итак, скинь сама по себе. Представляет и время, и место, где Бог, Его люди будут встречаться. Что случится, если на праздничном пире или муж и жена не могут, или жених и невеста, они не могут согласиться, где жениться, как жениться, когда. Итак, Бог говорит, «Вот когда я хочу встретиться с вами, и где я хочу встретиться с вами». Но мы не хотим быть на его календаре. Мы говорим, «Нет, Господи, это не работает с моим графиком. Я хочу, чтобы ты меня встретил здесь». Кого из вас, кто работал, и ваш босс сказал, «Я хотел бы увидеть вас в пятницу в три». А вы скажете, «Нет, я увижу тебя в понедельник в два-два часа. Как долго вы будете работать там?» И церковь была на неправильном календаре. И мы говорим, «Ты будешь встречаться с нами там, где мы хотим». Или именно со мной в то место и время. Знаете ли вы, какая самая первая заповедь была? Какая была самая первая заповедь, данная Израилю? Десять заповедей. Это не была первая заповедь. Первая заповедь даже не частью десяти заповедей. Но первая заповедь. Это был календарь. Он сказал, «Там в Египте». Он сказал, «Это будет начало месяца для вас». Ниссан первая. Это первая заповедь, которую Бог дал Израилю. «Я хочу встретиться с вами». Это время. Это была первая заповедь. Он дал нам, когда мы были еще в Египте. Мы не были еще в Израиле. Вот как важен календарь Богу, потому что он хочет встретиться с нами в определенные времена. Итак, они назначены. И само слово «встреча» — это очень часто представляет собой время и место, которое между двумя людьми. Итак, Исход 30, 10. «И будет совершать арон очищения над дорогами его однажды». Это говорится о Йом-Кипур. «Однажды в год». Итак, 11 по 16 стих. Что дальше написано? Итак, Господь говорит Моисею, «Говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп, заблудшую свою Господу, при исчислении их, и не будет между ними яс выкупительное, при исчислении их». Бог не хочет, итак, у них есть монета, и они исчисляют монеты, а не сам народ. Бог не хочет, чтобы народ был исчислялся, или номера давали людям. «Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикла». Сикле священного. Сикле 20 гер. Пол сикле приношения Господу. «Всякий поступающий в исчисление 20 лет и выше должен давать приношение Господу». Богатый, больше и бедный, не меньше. Пол сикле должны давать приношение Господу. Итак, когда дело идет об искуплении, мы все равны. Здесь написано «И возьми серебро, выкупай сынов израилевых и употребляй его на служение, скини и собрание. И будет это для сынов израилевых в память перед Господом, для искупления душ ваших». И скини — это скиния встречи, потому что мы не называем это скинией встречи, мы это называем просто скинией. Или здесь Бог говорит, «Это такса, чтобы ухаживать за скинией. Мы должны делать все это, чтобы скиния хорошо выглядела». И это была такса. Такса всегда собиралась в первого Адар, когда они начинали собирать подать, потому что Ниссан — это уже паса. и все будут идти в скинию или фрам во времена Иешуы. Итак, в первого Адар они шли и собирали эту таксу. Написано, «И пришли в Капернаум, и те, кто получили полсикля, пришли к Петру». Они сказали, «Не платит ли ваш учитель полсикля?» И он говорит, «Откуда ты думаешь, они берут полоти от своих сыновых или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». И Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Я был в Капернауме, я был там много раз. Это синагога, которая была построена во время Константина в 300-е, а под этим есть камень, который весь темный, потому что это основание самой синагоги, в которой был Иисус с Петром. И они всегда строили синагоги. Это северный берег Галилеи, и так это смотрит по направлению Иерусалима. Это было построено в последние столетия. Но это над домом Петра. Можно прочитать, что они покинули синагогу и вошли в дом Петра. И потом мы видим, он там рыбачит на берегу озера или моря. Итак, мы сразу знаем сезон, и время это месяца дар, когда мы понимаем календарь. Матфея, 5 глава, 13 стих, написано, «Вой соль земли». Если же соль потерять силу, то, чем сделаешь ее соленую, она уже ни в чем, ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Итак, если человек не стоит своей соли, это значит, они не дали вам саму ту ценность за те деньги, которые вы вложили. Итак, ты не стоишь твоей соли. И это значит... И тогда римляне нам платили в соли. Соль имела ценность. И если кто-то говорит, «Ты не стоишь твоей соли». Он говорит, «Слушай, я заплатил тебе тысячу долларов, чтобы поклинить все мои окна, а ты только одно окно помыл. Ты не стоишь того, чего я заплатил тебе». Соль включает время, деньги. И где мы проводим наше... Где мы проводим наше время? Это то, что мы ценим. Итак, Бог дал нам, как написано в притче, некому один талант, некоторым пять, другим десять. И мы все предстанем пред Богом. И Он спросит вас, «Столи ли вы своей соли? Сколько времени вы провели со мной? Сколько ценностей вы вложили в то, чтобы строить отношения со мной? Куда ваши деньги уходили? На видеоигры? На Камкаст? Бог посмотрит на каждого из нас. Где мы провели свои деньги, наше время? Сколько времени вы дали мне? Сколько... Какую ценность вы вложили на отношения со мной? Но что это значит? Давайте посмотрим на Матфе 5, 14-16. Вы светлый мир. Итак, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажигший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли лица вашего небесного. Итак, какова польза от фонарика? Если он выключен. Мы все фонарики, но если свет не светит, то мы не стоим нашей соли. Написано, чтобы они видели ваши добрые дела и воздавали славу Богу. Иногда-то мы хотим сиять, чтобы все видели наши дела и прославляли нас. И вот где проблема. Сейчас церковь говорит, говорит, о, эти евреи думают, что они спасены работами. Нет, они знают, они знают, что они спасены верой, но они делают работы или дела, потому что они знают, что они дети Бога или Божий народ. Но очень часто люди делают дела для Бога. но потом они хотят, чтобы эти дела проставляли их. А Бог хочет, чтобы эти дела проставляли его. Вот где вы будете стоить свою соль или где вы будете оправдывать стоимость соли своей, как бы сказать. притчи 6, 20 по 23. Сын мой, храни заповедица твоего, не отвергая наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обяжи их или обяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой. Ибо заповеди есть святильник и наставление свет и назидательное поучение пути к жизни. И дальше. 17 по 18 стих Матфея 5 главы. Не думайте, что я пришел нарушить Тору или законы или пророков. Не нарушить пришел я. Но исполнить. Никто не... И что значит исполнить? Это не значит, что потому что Иисус исполнил я не должен. Новый Завет говорит, любя людей, любить людей это исполнение закона. Я не должен никого любить, потому что Иисус полюбил их за меня. Исполнить это не значит, что Иисус сделал это и я теперь не должен это делать. Но нет. Иисус говорит, я продемонстрировал закон и теперь вы можете продемонстрировать. А большинство христианства думает, что мы не должны делать, потому что он уже исполнил. «Итак, кто научит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Итак, я бы знал, если вы не хотите верить, что заповеди не приемлемы к сегодняшему дню, то не говорите ничего, потому что если вы так будете учить других, то вы будете малейшим в Царстве Небесном. Но мы хотим научить всех, потому что я хотел, чтобы все были великими в Царстве Небесном. Давайте мы встанем. Наша честная Царь, мы благодарим тебя за всех тех, кто слушает нас со всего мира, со всех Соединенных Штатов. Я прошу, чтобы ты благословил их мать им. Благодарим тебя за всех тех, кто стоит в своей соли, тех, кто влаживает в Твое царство, тех, кто влаживает в Твое служение. Это не мое служение, это Твое, не наше, а Твое. И это, чтобы распространять святоры всем народам, чтобы мы могли достигать Твоих детей. Это родители, которые потеряли своих детей на горе, и они хотят, чтобы все пришли и нашли их потерянных детей. Мы хотим найти Твоих потерянных детей. И мы благословим во имя Иисуса. Аминь. Благодарим ты, Господь наш Бог, Творец и Царь Вселенной. Ты благословим нас с Твоей Торой. Ты благословим нас с Твоей Торой, Правда. Ты благословим нас с Твоим полным светом Твоего живого Слова. Через силу и Духа Твоего Святого, через завершенную работу Мессии Иешуа, Ты едино насидел посреди нас жизни вечную, благословим Ты, Господь наш Бог. Аминь. Идите на перерыв. Отец, мы потеряны без тебя. Мы как овцы без пастыря. И многие из нас овец, мы ушиблены. Мы сейчас хотим просто преподнести Твоих детей. Овец Твоего пастбища. Мы хотим быть заступниками. Не просто, это не о нас, это все о Твоих детях. Мы хотим найти их. Некоторые из них имеют сломленные ноги или они ушиблись. И мы хотим также преподнести всех их, всех тех, кто физически ушиблись. Может быть, они в госпитале из-за какой-то болезни. Мы хотим преподнести или даже ежедневно на столе. Поэтому, Паре, мы хотим привезти тех людей, которые имеют эти нужды перед нами, Паре, чтобы мы можем помочь. Паре, мы хотим преподнести нашу страну, наша страна в большом беспорядке и все со всего мира. Военных, политических лидеров, мы просим Тебя сейчас, Господи, в то время, как наступают выборы в Корее и в других местах. Мы просим, чтобы Твоя воля была исполнена здесь, на земле, как и на небе. Отец, мы также хотим преподнести народ Израилев, и все народы вокруг них стараются. отец, мы просим, чтобы Ты усилил их нежелание устранить Амалека полностью. Мы просим Аминь. Вы можете присесть. Я надеюсь, вы припоясаны, и мы будем углубляться. И что нам нравится делать, это углубляться в Евангелие. Но в этот раз мы будем идти очень глубоко. Мы поговорим чуть-чуть о Евангелии и Иоанна. Я хотел бы говорить о некоторых вещах, которые, может быть, люди пропустили. Говорит о всех пророках от дней Самуила. И также те, кто следовали и также предвозвестили дни сии. Осознаете ли вы, что Самуил? Самуил пророчествовал об этом дне. Большинство думает о Самуиле как пророке в те дни, но здесь говорится нам. Самуил даже пророчествовал о нашем дне. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог Отцам вашему, говоря Аврааму, и в семье твоем благословятся все племена земны. Бог воскресил Сына Своего Иисуса. К вам первым послал Его благословить вас. И мы знаем из Иоанна 3,16, что Бог послал единородного Сына Своего, возлюбленного Сына Своего, отвращая каждого от злых дел ваших. Отвращая каждого не от ада, а от злых дел наших. А мы не хотим быть отвращены от наших злых дел. Просто от последствий. Нет, он хочет отвратить нас от наших злых дел. Итак, Самуэл, он пророк наших дней. И мы знаем, Самуэл это тот, кто помазал Давида царем. Написано, Давид же был сын Ефрофянина из Вифлеама Иудина по имени Иосея, у которого было восемь сыновей. Итак, Иосей это отец Давида. И сколько у него было сыновей? Восемь. Этот человек в одни Саула достиг старости и был старший между мужами. Написано, что три старших сына Иосеева пошли с Саулом на войну. Итак, что это значит? Можем либо чуть-чуть углубиться. Что это значит? У него восемь детей, три старших пошли на войну. Знаете ли вы, это может сказать нам сколько лет было Давид, когда он боролся с Калиафом. Не думали ли вы это? Давайте я вам покажу. Числа 1-3. От 20 лет и выше всех годных для войны в Израиле по оплачениям их исчислите их ты и Аарон. Итак, чтобы быть исчисленным нужно было быть сколько лет или призванным это 20. Итак, три выше 25 младше. Это не очень тяжело. Видите ли, как легко это было? Я вас ошеломлю информацией в следующей неделе. А сейчас вот здесь говорится о камне, который был отвержен. написано, «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделаешь веся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом. Данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». «Говорится ли здесь Ишуа?» Я спрашиваю. Написано слово «спасение». Не думайте, ли вы было бы хорошо посмотреть на тот стих, который цитируется? Давайте посмотрим. Здесь говорится. Он говорит. Давайте посмотрим, что говорит стих. Давайте посмотрим в Старый Завет. Псалом 118, 20 по 22 стих. «Во врата Господа». Итак, это «юдхей вархей», значит. «Явэ». «Яху-ва». 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 «Во врата Господа». «Яху-ва». Итак, кем спасены? Это Юрхей Вархи. Это что говорится. Но есть добрая вещь. Ишуа есть Юрхей Вархи. Но это не Иисус. Они не говорили на английском 2000 лет тому назад. Не было джей на иврите или на греческом. Не было даже джей в английском языке до 1600 года. Так как вы говорите, только в Иисусе. Никакие из ранних отцов церкви не были спасены, потому что не было имени самого Иисуса до 1600-х годов. Итак, это Юрхей Вархи, а это есть Иешуа. Итак, если вы говорите, только Иисус. Это люди, которые не могут быть спасены, если они не говорят... Они не могут быть спасены, если они не разговаривают на английском. Видите вы, как это может быть несмысленно, если говорить только на английском имени Иисуса есть спасение. Нет, есть имя Иисуса, которым мы все спасаемся. Но мы знаем, что Давид был прообраз Иешуа. Я покажу вам спецспособы, какими Иешуа и царь Давид, они шли в параллель друг с другом. Знаете ли вы эту фразу? Камень, который строители отвергли, стал краеугольным камнем. Боним — это сыны. Итак, это можно сказать, камень, который сыны отвергли, стал краеугольным камнем. А сыны Израиля вы не поверили в Иешуа, а не сыны, которые отвергли камень. Кто из вас знает о ранней жизни Давида, когда он был маленьким мальчиком, перед тем, как он даже поразил Гариафа? Он был пастуком, но что еще мы знаем? Его вся семья ненавидела его. Его вся семья ненавидела Давида очень сильно. Его отец ненавидел его. Его братья ненавидели его. Все лидера города ненавидели его. Это что я вам скажу. Давайте посмотрим Иоанна. Сиан 3 по 5. Это говорится в Иисусе. Когда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в идею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне. Ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». Иисусе не веровали в него. Иисусе не веровали в него. Окей. И Псалом 69, это все здесь, я объясню. Псалом 69, 1 по 2. Это написано Давидом. Это начальник укора на Шашаниме, или на одной из труб. Псалом Давида. Он говорит, «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину воды, и быстрое течение их увлекает меня». Он в таком горе. И все во всем этом селе не знали, какое ужасное детство было у Давида. 2 Царь 19, 7 написано. «Итак, стань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие нагодели на тебя от юности твоей до ныне». У него не было ничего, кроме бедствий всю его жизнь. Иоанна 15, 25-26. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Знаете ли вы откуда? Это из Псалма 69-го. Это Давид говорил то же самое. Он говорит в 3-4 стихе. «Я из немог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего, ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились, чего я не отнимал, то ложено отдать». «Как может быть моими врагами несправедливо?» «Смотрите». «Чего я не отнимал, то должен отдать». Это, например, меня обвиняют в нечто, что я взял, я взял твой молоток, и я восстанавливаю тебе молоток, который я даже не брал. Это как плохо было для Давида. Если что-то было потеряно или украно его, обвиняли, что это и была его вина. И говорили ему, чтобы он отдавал то, чего он не отнимал. И он должен был это делать ради мира. Можете ли вы представить, жизнь Давида столь ужасна. Все думали, независимо, что происходит, как во всех местах, во всех поселениях, есть один тот мальчик, на которого все сваливают. Итак, Давид был тем мальчиком, и все думали, что он делал худое. Но все были неправы. Посмотрим, Псалом 69, 8 стих. «Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей». «Мои братья и сестры». У него было две сестры. Но вот его братья и две сестры. Думают, что он как бы чужой или посторонний. И слово «посторонний» или «чужой» — это «мутсар». И что это было, чтобы Давида ущемляли? Он сказал, «Я стал чужим для братьев моих». Но это что случилось и с Мессией. Он был чужим для его братьев. И стих, где говорит Давид, что он был чужим. Слово на иврите для «чужой» — это «мутсар». Ну, из того же самого кореневого слова «мамзер», что знает, был как бы, если можно сказать, сыном, который думали, что его мама имела отношения с другим мужчиной, кроме ее мужа. Я дал вам местописание. И вот почему так думали. Потому что они думали, что он сволочь. Вот восьмой. Он восьмой. Посмотрим, как это произошло. Мы знали, что Давид был от родословия мавитян, потому что его прабабушка была Руфь. Но он также чувствует, что он недостойно рожден. Посмотрите в Терезаконе 23, 2 по 3. Написано «Сын блудницы». Итак, то же самое слово, как «странник» или «чужой». Не может войти в общество Господне. И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Амонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне. И какое поколение? И десятое поколение. Есть Вооз и Руфь, есть Вед, есть Иося и Давид. Иося думает, что он не должен быть привид к Израилю, потому что он мавитянин через его мать. И Давид, это третий, должен ожидать до десятого. И так Иося чувствует, что он мавитянин, недостойный. И теперь Давид не только мавитянин, но он еще родился от неправильного отношения его мамы с другим человеком. И я хотел бы начать с следующего. Когда Вооз женился на Руфе, она была мавитянка. Сказано, что Вооз умер в следующий день. Вооз умер в следующий день, и все люди сказали, это было доказательство, что он не должен был жениться на той мавитянкой. Ты не должен был жениться. Видишь? А смотрите, как это все происходит. Салон 69. Это все в местах Писания, которые я вам говорю. И возлагаю на себя вместо одежды в речище. Он говорит, что он во вретящей пепле из-за своей ситуации. И говорит, я делаю для них притчи. А мне толкают сидящие у ворот. И поют в песнях пьющее вино. Так все в авторитете говорят, вот тот ребенок, который делся от небрачного отношения. Он говорит, я даже был в песнях пьющих вино. Все те ученые, которые сидели у ворот, говорили, насколько ужасен он, и даже те пьяные. Он говорит, я даже... Все знали, что он был тот, не... Он родился... Ну, все подразумевали, что он не родился. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Он сам признается, что он вырос, думая, что он в беззаконии был зачат. Вот все, что он знал. И вот никто не знал этого. Оттого, что случилось. Я вам расскажу, что на самом деле случилось. Здесь, от момента его рождения, все его старшие братья и сестры, с ним обращались как отвратительным. И из-за его... И отношения его братьев к нему, все остальные тоже... Все остальные также с ним обращались. Так плохо. Посмотрим Матфея 1, 18-19. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению Матери Вома Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Что происходит? Давайте посмотрим. Мы знаем, что он был зачат в Ханука поздним декабрём, что она побежала к Елизавете три месяца. Она еще не показывает. Но она не видела Иосифа в первых три месяца. Но теперь, когда видно для Пасхи и Шаваот, и все знают, «Хм, ты еще не с Иосифом, а ты уже беременна». Вот почему они думают, что Иосифа также был незаконно рожден или внезаконно рожден. Вот почему мы видим здесь Иоанна 2, 8, 39-41. Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дело Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога Авраама. Этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». Смотрите, что они сказали. На это сказали ему. «Мы не от Любодеяния рождены. Мы не от Любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Они говорят, «Слушай, мы все знаем о твоем рождении. Следуете ли вы мысли?» Посмотрим Иоанна. 2, 16-18. Он опрокидывает столами на щекове и говорит, «Возьми-то отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомни, что написано. Ревность по доме твоем снедает меня». Это Псалом 69. 9 стих. «Ибо ревность по доме твоем снедает меня». И засловия засловящих тебя падают на меня. Не было кого-либо во время Давида, кто обеспечил бы его любовь и добротой. Посмотрим. «Поношение сокрушило сердце мое. Его было сломлено сердце всю его жизнь. Я зимох, ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу». Я покажу вам в Писаниях, через что он прошел. Это Псалом описывает жизнь Давида, который не имеет человека, который даже утешил бы его или имя сострадания. И из-за него вины он окружен врагами. Даже его братья, они чужие ему. Этот Псалом — это голос Давида. его всех любят и уважают, но это говорит о периоде 28 лет от его раннего детства до того, как он был воцарен царем Самуэлом. И сперва мы встречаемся с Давидом, встречаемся с Давида, который никогда Бог послал Самуэла, чтобы помазать Давида царем. Бог избран. Бог избирает того, кто чувствует низким и униженным, чтобы благословить. И сказал Самуэл Иосею, «Сели это...» Так проведил Иосея к Самуэлу семерых сыновей своих. Но Самуэл сказал Иосею, «Никого из этих не избрал Господь». Посмотрим 1 царство 16, 11 по 12. «И сказал Самуэл Иосею, «Сели дети здесь». Он не сказал, «Если еще много сыновей». Если у него было, он сказал бы, «Нет, потому что он не мой». Итак, Самуэл избрал правильные слова. «Если у тебя больше...» Или на английском, или на переводе написано, «Все ли молодые мужчины здесь?» И отвечал Иосе, «Есть еще меньше». Он пасет овец. «И сказал Самуэл Иосею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». Послал Иосея и перевели его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». Итак, он очень осторожно выбирает. Если бы он сказал, «Если у тебя еще сыновья», Иосей сказал бы, «Нет». А потому что он сказал, «Если у тебя еще молодые, мужчины, то он сказал, «Если у тебя еще мужчины». И Давида статус был маленьким в глазах Иосея. Иосей надеялся, что Давид оставался там, где он, вне проблем и тревоги, там, где-то далеко на пастбище. И давайте посмотрим, что происходит теперь. И сказали ему, что он не мог даже есть с семьей за столом. И дали мне в пищу жалчь, и в жажде моей напыли меня уксусом. И это его семья так обращается с ним. Я был чужим для сыновей матери моей. Вот как с ним обращаются. Я не знаю, если вы читали о всем этом. Но это все здесь. И кто из вас хотел бы быть в поле, и вы встретите льва или медведя? Особенно, если вам 15 лет. А за кем он ухаживал? Овцы. Это еда для медведей. Для львов. Почему они заставляли его пасти и пищу львов и медведей? Они вот почему здесь говорит Искладывается было. Раб твой пасавец у отца своего. И когда было, приходил лев или медведь и уносил отцу из стада, то я гнался за ним и нападал на его и отнимал и спас его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и уничтожил его. Льва и медведи убивал раб твой. И с этим филистимляном необрезанным будет то же. Что с ним? Потому что так поносит воинство Бога живого. Наверни мог жить или есть со всеми другими. Его посылали пастухом и посылали быть пастухом в опасной местности, где много львов и медведей надеются, что его там убьют. Он тут маленький. Это царь Ницевед, которая стояла в единстве с своим сыном. Ее также унижали. И она также плакала много, ожидая то время, когда пришло бы правосудие. Чтобы понять ненависть Давида или по отношению к Давиду, мы должны увидеть секретные эпизоды, которые даже не записаны в книге пророков, но говорятся или о них частично говорится в Писании. Исей был внуком Вооза и Руфи, и двое его жены имеют этих девять детей. И что случилось? Он начал сомневаться в его еврействе, потому что его прабабушка была маловитянка. И он думает, до десятого поколения, а я только в третьем поколении, может быть, я не должен быть с еврейской женщиной, может быть, я приношу ей проблемы. И что происходит? И многие люди во время Руфи не были уверены в ее правоте супружеской жизни с Воозом, потому что нельзя по закону чтобы были отношения к евреям с ними, потому что моавитяне не разрешили им пройти через землю, они не давали им еду или воду, когда они блуждали по пустыне. И тогда сказано было, что этот закон также не разрешал некоторые считали, что это нельзя было мужчинам моавитянам встать, становиться еврееми, ну может быть женщинам можно было. Итак, Бог говорит помажь Давида в царя Самуилу. Самуил, когда он помазал Давида или когда он помазывал, звук плача можно было слышать из дни. Это была его мама, не цовет, которая плакала. Ее 28 лет эти молчания пригодили к концу. Наконец-то все увидели, что родословие ее младшего сына было чистое и не осквернено каким-либо и наконец-то унижение, которое она и ее сын носили, пришли к концу. И когда Давид писал на это псалом, и псалом, место 18, она та, кто говорит, камень, который отвергли строители, или сыны отвергли, сделался главой угла, говоря Давиде. И как они, братья, реагируют, это 23 стих, теперь не знают, что происходит, они говорят, это от Господа, есть дивно в очах наших, или это приходит от Бога, и мы даже не знали это. И чего не знал никто? Это как я окончу. Но в то же время, сколько было скрыто от христианов и евреев, представляющих греческого Иисуса на протяжении двух тысяч лет, то же самое. Когда Давид родился, его семья встретила с недовольством или с презрением. И послушайте, вот что случилось. Как я говорил, Давид никогда не знал это, потому что его мама делала это секретом все это время. Вот почему я буду использовать. Заинтересовало ли это вас? Подождите, пока вы не узнаете, что случилось. Написано, что Боас умер в ту ночь или на следующий день после, как он женился с Руфей. И потом она родила Авида, Авида родила Иисе. Некоторые говорили, что смерть Воза говорила, что его женить было запрещено. Но позже в жизни Иисе сомнение обладало его. его. Если статус Иисе был под вопросом, то он не мог быть в замужестве за своей женой. И так, он думает, я не могу до 10-го поколения, а только я в 3-м поколении. И он решил, единственное решение было, чтобы отделить себя от нее, не будучи в мрачных отношениях. И его дети знали об этом разделении. После определенного времени Иисе хотел бы и все бы знали, кто был этот ребенок. Его план был в отношении с его хананянкой и служанкой. его, если мой если я был он думает, если я не могу если я не могу как бы жениться на еврейке, то я могу на хананянке. И как история и и служанка понимала саму боль разлуки ее госпожи. И эта служанка служанка подошла к ее госпоже и сказала давайте поменяемся местами как Илья сделала с Рахилью. И с молитвой на устах Ницовет взяла место ее служанки в ту ночь. Это когда был зачат Давид. А Давид не знал а Есения знала о замене. После трех месяцев было стало очевидно что ее и другие сыновья хотели убить убить но имея сострадание на ней как Иосиф с Марией он повелел чтобы сыновья не трогали а наоборот ребенок который родился его обращали с ним как бы слухой и все поняли что его и он не сможет жениться на из ротянки но теперь Самуил помазав царя она может рассказать всем что произошло и теперь все все понятно и все как бы разрешено не удивительно ли это вот почему хорошо понимать остаток истории и сказав это давайте мы встанем наш отец наш царь ты настолько прекрасен ты ты тот вот почему мы не можем осуждать других людей потому что мы не знаем какие обстоятельства были потому что Давид сам наслаждал всю свою жизнь пока наконец-то пока он не узнал когда он был помазан царя какова была истинна отец научи нас любить друг друга и мы благодарны тебе что мы привиты каждый из нас мы являемся считаемся твоими сыновьями и дочерями и ты не только хочешь бласпить нас ты желаешь чтобы каждый из нас знал что мы возлюблены и приняты потому что ты написал на нас свое имя на какое бласкарение твое имя на нас мы являемся законными детьми всевышнего бога и мы благодарим тебя и как ты сказал я окончу остаток этой истории будьте бласовенны то как надо Продолжение следует...